всем привет итак сегодня будем играть в color beauty первую часть вышла она в 2004 году если не ошибаюсь это шуток будем играть за новичка потому что из меня прилог просто никакой завтра снова походы затем полоса препятствий с капитаном фолли и обучение оружия сержанта моде все смертельно устали еще один парень получил вчера пвс приказом о возвращении на службу он умолял сержанта позволить ему остаться мой пятьсот шестом десантный полк состоит из добровольцев мне повезло что я служил с этими парнями на них полностью могу положиться в любой ситуации наши офицеры постоянно нас муштруют я уже несколько месяцев прохожу учения и еще не совершил ни одного прыжка в армии никогда еще не было воздушных войск из-за этого начальство нервничает а если начальство нервничает наши тренировки ужесточаются ничего не поменялось что сейчас в армии жесть происходит что раньше ну да ладно так нажмите чтобы начать задание нажимаем и так внимание рядовой маркин сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием прежде чем начать прохождение полосы препятствий прочти все эти важные надписи и сделай то что в них сказано хорошо теперь проверь цели ты увидишь что текущая цель подсвечена кроме того местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе по мере твоего приближения к цели звездочка будет двигаться к центру компаса теперь пять шагов направо чё куда пять шагов вперед так достаточно и видишь что цель отмечена как пройденная а у тебя появилась новая цель хорошо мартин открывай ворота и начинай прохождение полосы препятствий быстрее быстрее вперед так вот мы подошли к воротам ну ты здесь бедняга рад тебя видеть эй удачи тебе шевелись ты не на прогулке так короче погнали так короче погнали трубу перепрыгивай давай быстрей погнали а а а а а рист неплохо и а команды а и бля вершень зарядить эти пулеметы Это боевые, по-русски, мягкие. Чем ближе? Бежать! Листы на лестнице, рядовые! Быстрей, быстрей! Рядовой Мартин, тебе в эту дверь! Сержант Моди научит тебя обращаться с оружием, а остальные останутся здесь. Задели голову, рядовой! Я здесь, на наблюдательной вышке! Возьми со стола один карабин М1А1. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Количество зарядов, оставшихся в магазине, и магазинов, имеющихся при тебе, будут показаны в нижнем правом углу экрана. Не забывай об этом, солдат! Подойди к ограждению и сделай шесть выстрелов по мишене. Твоя точность будет зависеть от того, насколько хорошо ты удерживаешь прицел. Сделай еще шесть выстрелов по мишене во время движения из разных положений. Ты будешь стрелять точнее, находясь в неподвижном состоянии, из положения лежа или пригнувшись. Эти навыки могут спасти твою жизнь! Сделай шесть, оружие будет перезаряжено автоматически. Так. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Возьми со стола винтовку Спринфилд и поменяй на нее свой карабин. Повернись налево, подойди к ограждению и сделай два выстрела по мишене. Ой, блядь, понятал. Теперь дважды прицельно выстрели по мишене. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Отлично, рядовой. А теперь идем дальше. Замени свой Спринфилд на один из Томпсонов на столе. Если у тебя не три руки, ты можешь одновременно нести только два вида оружия, не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай десять выстрелов по мишене сначала навскидку, а потом прицельно. Сравни точность стрельбы. Ты должен уметь стрелять обоими способами. Ты увидишь, что во время прицеливания ты видишь цель лучше всегда, а не только через оптический прицел. Сделай несколько шагов одновременно целись. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашное. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш. Здесь все за правду. Теперь поменяй оружие, рядовой. Если ты чуть умнее, чем кажешься, может, до тебя и дойдет, что каждому оружию свое время ошибешься в выборе. Можешь бронировать себе место в аду. Сделай еще три выстрела по мишени. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Возьми со стола осколочные гранаты. Давай, шевелись. Кинь по гранате в каждую из дырок впереди. Вот тебе и гром и молния. Двигайся мимо поста. Наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Это было больно. Ладно, рядовой. Переходим в следующий сектор. Помни, рядовой, если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов. Не геройствуй, и он может спасти твою шкуру. Срывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей знаешь ли, все равно, что взрывать. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не... Неплохо поработал, рядовой. Молодец. Всегда носи оружие при себе и не забывай чистить его. Ты свободен. Я прошла подготовку. Ура! Глупо и неправильно оплакивать погибшего. Лучше поблагодарить Господа за то, что такой человек жил. Генерал Джордж Пастон. Татьябупо.